Для него смотреть категорически не рекомендуется. Нам нужны специальные солнечные фильтры, например, в солнечной пленке. На солнце можно смотреть через пленку или прикрепить ее на телескоп или фотоаппарат. Если смотреть без пленки, можно осветнуть. Посмотрите, как солнце прожигает бумагу за пару секунд. Вот что было с вашим глазом. Хотите такое? Если пленок нет, можно любоваться затмением по старинке, например, в маске сварщика или вооружиться дуршлагом. Когда мы направим ее на солнце, то он отбрасывает тень. И видите, нам не всякие такие кружочки должны быть. Вот когда у нас происходит солнечное затмение, то у нас вместо круглых теней будут тени в виде фазы затмения. Смотреть на затмение через дуршлаг увлекательно, но и это не все бюджетные лайфхаки. Если у вас остались свои рентгеновские снимки, то вы можете посмотреть на солнце сквозь собственные кости. Недавно появились новые данные, которые могут привести нас к разгадке того, что же на самом деле происходит во время затмений. Объяснить особо негативное влияние затмений можно совпадением со вспышками на солнце, влияние которых на Землю и человека уже наукой доказано. А затмение, вероятно, усиливает этот эффект. В доле секунды из Солнца, видимо, происходит какая-то термоядерная мощная реакция и вырывается огромный поток энергии, сравнимый с тем, что даже наша планета Земля, как говорят ученые, может получить за год, а то в зависимости от вспышки, за год, за два. Энергия, которая излучается в течение года, может вырваться в космос за доли секунды. Солнечный ветер с огромной скоростью принесет гигантские потоки энергетических частиц в обычные дни. Скорость солнечного света от 300 до 500 километров в секунду, а вот во время вспышек становится еще быстрее. Это сильно меняет магнитосферу Земли. В такие моменты не только ухудшается самочувствие людей, из строя выходит даже техника. Это явление начинает влиять на все, что связано с тем. По некоторым гипотезам, древние люди обладали знаниями, которые могли превосходить и наши. При проведении раскопок возле таких сооружений часто находят подземные полости, назначение которых тоже пока неизвестно. В каких-то местах есть отдельные углубления, которые засыпаны в небо. Где-то это какие-то подземные ходы, где-то это отдельные еще углы луны. И в каких-то местах это буквально узкие проходы, которые четко и точно ориентированы на определенном градусе, на определенной широте или долготе. Не так давно даже возникло научное направление изучения древних построек, которые как раз ориентированы на астрономические события. Возможно, это позволит нам не строить гипотезы, а восстановить древние знания. На стыке двух наук, астрономии и ахиологии, есть новое направление науки. Оно называется архи-астрономия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok